Унылая пора, очей очарование, Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышной природы увиданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистой покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. Здравствуйте, мои дорогие друзья-подписчики и гости моего канала. Но прежде всего я хочу вам сказать, мои дорогие, что мой конкурс «Видео шедевр за пять минут» продолжается, и продолжается он до 23 октября, поэтому все, кто еще хочет участвовать, пожалуйста, времени еще достаточно, и я с удовольствием посмотрю на ваши видео-шедевры. Ну а сейчас я продолжаю обзор моих покупочек с Блашиного рынка с развала, который за три доллара. Это будет видео номер два, и поэтому приглашаю вас посмотреть дальше, что же все-таки мне удалось найти за три доллара в этом замечательном развале. Первое видео номер один с развала на Блашином рынке. Я выложу вниз в инфобаксе, и вы сможете посмотреть, кто еще не видел. Ну и так, приступаем. Ну и решила я вам показать в первую очередь вот это. Ну это, конечно, не бижутерия, но тоже вещь крайне интересная и полезная. Это не брошка, как кажется на первый взгляд. Я когда это увидела, я тоже решила, что это брошка. Думаю, о, перламутра. А потом перевернула. А это держатель для помады. Замечательно, правда? Мне очень понравилось. Ну, думаю, все, придется круглую помаду покупать специально для этого держателя. А то у меня все квадратные. Но это же винтажная вещь. А раньше квадратных помад не выпускали. Ну вот, такое замечательное приобретение. Ну а теперь я вам покажу вот эту брошь. Вы знаете, я таких видела очень много броши. Это брошь. Видите, вот такая застерочка. Интересная. Но я никогда не видела таких размеров. Обычно брошь и планки гораздо меньше. А тут такая, большая, весомая. Вы знаете, даже на блузку не пристегнешь, потому что, ну, как бы будет не очень хорошо. Будет только хорошо, наверное, на свитере, на пальтишке, на пиджачке. Так, на цену не обращаем внимания. Она здесь была. Ну, а на самом деле 3 доллара. Все, все, что вы сейчас здесь увидите, будет, я даже повторяться больше не буду, 3 доллара каждое изделие. Ну, скажем так. Забрала я и вот это. Посмотрите, какая прелесть. И знаете, почему? Не потому, что там какая-то особенная прелесть. Хотя, да, нестандартная. А потому, что у меня браслетка есть точно такая же. Вот, когда увидела, думаю, во, надо же, можно будет сад составить. Я не знаю, что тут за цены, но, в общем, вот так мне попалось. И вот здесь вот такой замочек-планочка. И это говорит по винтаже. Ну, в общем, я считаю, что вот это сочетание черной с медью, это всегда очень и очень выигрышно выглядит. Интересно. Следующая вот эта брошь, ну, классика жанра, видите, какая классическая брошь. Она, правда, без маркировки. Вот ее обороточка, вот такая вот. Но, знаете, я считаю, что это так называемая учительская брошь. Ну, для учителей, может быть, в офис можно такое одеть, подворотничок. Ну, в общем, такая брошька строгая. И всюду ее, пожалуй, не оденешь, наверное. Но мне она очень-очень, знаете, понравилась. А вам как? Решила я забрать вот этот вот трехлистник в стиле арт-нуву. Ну, знаете, очень уж вот эти вот камешки хороши. Вот такое стекло, но красиво. Вот такая оборотка. Очень интересная застежка, вы знаете. Вот заклепка и даже с каким-то украшением. Это большая редкость на самом деле. И камешки интересно оформлены. Вы знаете, я сейчас с трелистником стала немножко по-другому относиться. После того, как я посмотрела видео, которое прислала ко мне на конкурс Татьяна с канала «Поделки ИС». Я вам тут сброшу в инфобакс это видео, чтобы вы посмотрели. Дело в том, что оказывает трехлистник, это не просто так. Это символизирует троицу. Так что вот очень и очень интересно. Следующая брошька вот такая. Я никак не могу понять, что вот это за техника такая странная. Я все разглядывала, разглядывала. И мне показалось, знаете, что это, пожалуй, ручная роспись. Ну вот здесь вот на стекло похоже. Может быть, это роспись по стеклу. В общем, я чего-то как-то растерялась. Смотрела, рассматривала. Ну вот похоже на то, что это вручную сделано. И все тут. Ну, а знаете, вот рамочка такая обычная, стандартная. И замочек тоже такой. Ну, ничего особенного. Очень часто такое встречается у нас в штатах. Ну вот сама вот эта вот роспись очень красивая. Я говорю, очень вот на ощупь похоже, что это сделано вручную. Ну, кто его знает. Но брошька замечательная. Вы знаете, вот эту брошь я, пожалуй, заметила одну из первых в развале. Посмотрите, какая красота. И вот дизайн такой интересный. И цвет замечательный. Серебряное покрытие. Замочек. Ну, в общем, расстегнулся зачем-то. Но самое главное, это то, что она маркированная. И это, друзья мои, ма-не. Что меня порадовало еще больше. В общем, я считаю, что это очень удачная находка. И, пожалуй, вот у меня есть такая коробочка с брошями винтажными, которые я ношу сама. А не просто для коллекции. Пожалуй, я ее положу в ту коробочку. Мне вот как-то захотелось ее поносить. А вот эти две броши, я хочу... Вот мне захотелось их положить вместе, потому что это броши-маски. И такие очень необычные. Вот такая брошь. Она, конечно, с потерями какими-то. Я вот никак не могу понять, что это. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может, так и надо. Но очень красивая такая. А тяжелая. Вы даже себе представить не можете. Чтобы такая маленькая брошь была, такая тяжеленная. И вот такая у нее обороточка. Ну, в общем, очень основательная брошь. И очень красивая. И вторая брошь. Тоже. Видите, две маски театральные. Трагическая маска и комическая маска. Но такая. Это, конечно, классика жанра. Конечно, такой брошь очень хорошо сходить в театр в ней. И она маркирована. Маркировка LR. То есть Лори Роткин. Современный дизайнер, который известен тем, что она делала под заказ украшения для Мишели Обамы. То есть Мишель Обама у нас кто? Жена президента. Первая леди была. Ну, вот пользовалась таком. Поразила меня своим дизайном вот эта брошь. Вы знаете, я сначала не поняла, что это такое. Потом вынула. Потому что она такая крупная была. Видно хорошо. Брошь в виде галстука. Вот здесь вот профиль лошадки. Наверное, эта брошь была сделана для того, чтобы ходить на скачки. Как вы думаете? Ну, в общем, очень интересная. Она меня поразила своей необычностью. И я решила ее прикупить. Тем более, ну, 3 доллара. Интересно же, правда? Я таких не встречала раньше. Ну, я, конечно, не могла не привлечь мое внимание вот эта брошь. Посмотрите, такой достаточно, знаете, на мой взгляд, современный дизайн. Необычный. Никаких тебе камешков, никаких тебе стразиков. И это, опять-таки, мане. Ну, а если это мане, то это, конечно, прошлый век. Чего уж говорить. Поэтому я так удивилась. Думаю, замечательно как. Ну, в общем, мне кажется, что этой брошью хорошо платочек завязывать. А вот сюда, вот сюда притянуть к концу, чтобы свисали. Ну, будет интересно, правда? Вот такая брошь интересная, необычная. А еще вот такая брошь интересная, не правда ли? Тоже очень похожа на такой модерновый дизайн, но это, скорее всего, все-таки, это все-таки винтажная брошь. Было время, когда такие были модные, вот, 70-е, 80-е годы. Она без маркировки, откуда у нее ноги растут, я не знаю, но у меня она очень-очень понравилась. Такая необычная. Вот тоже, может быть, в коробочку к брошкам, которые я нашу. А вот эта брошь, знаете, из серии моих любимых. Я очень люблю вот такой формы классические броши. Ну, классик, это самое настоящее. И еще я не уверена, что вот этот камень, который стоит, он родной для этой броши, потому что это натуральный кварц. Ну, даже если кто-то вставил вместо стекла, ну, спасибо, потому что это замечательно. И вот, опять-таки, видите, планочка. Кто-то из девочек-блогеров говорит, что такие планочки – это европейские броши. Ну, я не знаю. Я не уверена, потому что у нас в Штатах очень часто такие попадаются. Я думаю, что и у нас такие делали планки. Я имею в виду застежки вот такие вот. Надо, конечно, как-то поискать, что это обозначает. Может быть, кто-то из вас знает. Скажите мне, пожалуйста. Вы знаете, в этот раз я нарушила свое правило. Я кресты не покупаю в бижутерии. Но тут вот, знаете, я решила, нет, вот этот возьму. Ну, хорош, необыкновенный. Просто дизайн мне очень-очень понравился. Посмотрите, какая красота. И вот такая оборотка. Ну, в общем, не знаю, чего я с ним делать буду. Ну, не ношу я кресты, честно говоря. Такой красивый крестик. Может быть, кому-нибудь из девочек моих подарю. Может быть, кому-нибудь из подписчиков подарю. Я посмотрю. Просто понравилось, и все. Знаете, быть мимо вот таких брошек, мишек, я никогда не прохожу. Ну, я как-то рассказывала, что они очень популярны. Среди американского населения было всегда. Да, потому что такие броши обычно одевают либо на Рождество, либо на Бэби Шауры. То есть, когда ждут ребенка, и вот отмечают это событие. Вот такая у нас застежечка, не маркированная она. Но, знаете, вот такие броши в последнее время стали резкостью. Как глазки сверкают. Не показывают почему-то при дневном свете камер. Блеск необыкновенный. В общем, хорошая брошка. Почему не на пузике вот такая штучка, я не знаю. Ну, наверное, надо зачем-то. Может быть, там что-то было прикреплено и потерялось. В общем, я не знаю, но все равно мне нравится. Еще высмотрела я вот такую камейку. Она, конечно, пластиковая, но уж очень сюжет необычный. И это подвеска. Но я подумаю, что с ней сделать. Либо я ее, конечно, повешу на что-нибудь, а может быть, сделаю и разошью из нее брошку. Тоже будет интересно, правда? В общем, это надо думать. Вот оборотка такая. Ну, в общем, ничего особенного. Но, видите, и сердечко, и вот очень красивый такой рисунок. Да, необычный. Я еще таких не видела. Ну, и, конечно, я не могла пройти мимо вот этой броши. Я что-то в последнее время перестала их на блошиных рынках находиться, флагом Соединенных Штатов. Посмотрите, какая красивая брошь. И она всегда нужна. Вот я на выборы ходила, одевала такую очень скромненькую брошь с флагом. У нас существуют такие праздники, как, например, День независимости. Тоже очень хорошо. Или, например, на Лейбордейт, то есть День труда. Ну, в общем, много разных поводов одеть такую брошь. И вот такая иголочка наискосок. В общем, видно, что хорошая компания, но маркировки нет. Но это не важно. Вот эта брошь тоже пойдет в брошь, которую я нашел. Еще хочу показать колечко, которое на мне. Я его купила тоже на блошином рынке. Но это не винтаж, хотя работа очень хорошая. Это современная вещь, причем привезенная из Санкт-Петербурга. Там всегда стоит мужичок нашинский. И он всегда продает бижутерию из России. Но это даже не бижутерия, потому что это серебро, видите? Это серебро. И вороченный жемщук. Ну, то есть очень и очень. Мне она понравилась и была недорогая. Всего лишь 20 долларов стоила. И я решила, что надо забирать. Ну, и хочу вас повеселить вот этой брошкой. Чувствуете стиль? Посмотрите. Человек держит земной шар. Так, крепко держит, да? Обнимает его. Конечно же, это, ну, Джей-Джей, ну, о чем может быть вообще речь? Конечно же, Джей-Джей. Такую брошку можно носить, ну, когда идешь на дружескую вечеринку. Есть у нас день, который называется день обнимашек. Вот на него можно тоже одеть. Ну что, положить ее тоже в свои брошечки, в пакетик, который я ношу? Пожалуй, что да. Ну, интересно. Ох, как я люблю все-таки броши от компании Джей-Джей. Удивительные всегда идеи, задумки. Ну, а шедевром моего сегодняшнего виде моей выкладки будет вот эта брошь. Я решила ее назначить шедевром. Посмотрите. Я еще таких не видела винтажных брошей. Это же натуральный аметист. Это не стекло. А винтаж в чистом виде. Вот такие вот веночки бывают, ну, в разных совершенно дизайнах. Ну, что, вот натуральные камешки здесь были, вот такие, я никогда не видела. Считаю, что это шедевр настоящий. И, пожалуй, тоже. Ой, что-то я сегодня очень много откладываю в броши, которые я хочу носить. Я стараюсь вообще всегда, ну, так, очень придирчиво к этому отношусь. А тут чего-то и это хочется, и то хочется. Ну, в общем, да. Я думаю, что это тоже надо обязательно туда положить. С коробочкой с брошами, которые я нашу. Вы знаете, я очень долго думала, как мне сделать выкладку. Потому что, ну, все такое разное. И решила сделать выкладку по цвету. Вот здесь у меня все в золоте. В золотом покрытии. Вот такая получилась выкладка. Оказалось, что у меня таких брошек сегодня больше всех. Ну, и все остальное. То есть, все, что осталось. Тут цвет разный идет. В основном, конечно, в серебре. Ну, вот видите, есть и капер. Здесь сзади, правда, тоже, знаете, позолочение и зеркало. Вот, представляете? Зеркало у меня тут. Можно даже смотреться. Вот. Ну, все, что осталось, вот сюда положила. Ну, и, пожалуй, на этом я хочу попрощаться с вами. Еще раз поблагодарить вас за то, что вы у меня такие замечательные зрители. Хочу сказать, что очень у меня уже много просмотров стало. Ну, в общем, гораздо лучше. Я вам всем благодарна. Просто до невозможности. И это не последняя выкладка на самом деле. Не последний обзор сблошенного рынка с огромного развала. Будет еще один. И там будут, знаете, броши со стразами. Вот мы об этом с вами еще поговорим. Потому что отношение к брошам со стразами у меня такое двоякое-двоякое. Ну, в общем, до следующих встреч. До следующих встреч. И обсудим этот вопрос. Я вам покажу потрясающие броши со стразами, которые мне удалось взять и за 3 доллара, и дороже. Потому что, ну, я хотела там в другое место тоже, где было подороже. Но там были просто суперские броши. Вот. И спасибо вам еще раз. И до свидания. До новых встреч. С вами была Инесса из Нью-Йорка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok